Анна Пархатская не скрывает радости. Наконец-то собственная квартира. К тому же со скромной, но отделкой, оборудованная санузлом, электроплитой. Не смущает и скромная площадь 35 квадратных метров. И то, что на ней нужно комфортно разместиться вместе с тремя детьми. Говорит, все детально продумано. Половина комнаты разделится встроенным шкафом, чтобы сэкономить пространство и место. Комната будет отдельно для детей с третьим выдвижным местом, трехъярусная в общем кровать. Балкон будет оборудован под рабочий кабинет. Анна – одна из семи детей-сирот, что получили квартиры в этой новостройке на Первой Западной. Но уверена, если бы не подсуетилась сама, возможно, до сих пор бы довольствовалась съемной квартирой. Ждала я три года по суду. Сразу через суд решила, поэтому знала, что быстрее. Три года. Новые квартиры получают исключительно дети-сироты, чье право на льготу подтверждено судом. Увы, иного пути сегодня просто нет, признают даже в Министерстве строительства края. Многие сироты считают это, мягко говоря, несправедливым, о чем говорят их многочисленные пикеты. Разделяют их озабоченности некоторые чиновники. Я как бы считаю это маленько, но несправедливо для тех, кто, возможно, 6-7-8 лет стоит в списке, да, и не имеет возможности даже и понятия, что надо обратиться в суд. Я бы, как бы, скорее всего, я бы, вот лично, я бы, если бы не было решения суда, то надо выдавать квартиры по списку. Всего в крае с готовыми решениями суда на руках сегодня более 900 человек. Александр Грибанов заверил журналистам, что если обеспечение жильем и дальше будет идти такими темпами, то в ближайшее время все они получат квартиры. Общее же число льготников порядка 7 тысяч, и их будущее гораздо более туманное. Тем более, что со следующего года могут вступить в силу поправки в 159-й федеральный закон, согласно которому край сможет покупать для сирот не более 25% жилых помещений в доме, тогда как сейчас объем не ограничен. Учитывая, что в крае небольшое число застройщиков, это может, по мнению чиновника, ситуацию усугубить. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости.